Шесть проектов в сфере развития цифровой медиакультуры сегодня были представлены в Центре для одаренных и талантливых детей «Спутник». Всего в предварительный отбор для участия в программе развития цифровой медиакультуры прошли 50 ребят. Важность и актуальность каждой работы оценивали глава Республики Рашид Темрезов, эксперты и Артур Мхце. Ученица средней школы села Учкикен Аида Байчорова представляет экспертной комиссии проект своей команды. Главная задача молодых интеллектуалов – объяснить людям пенсионного возраста необходимость и удобство использования современных цифровых разработок. По актуальности и реализации каждой работы звучали экспертные мнения. В первую очередь, конечно, им бы облегчило решение всех госуслуг, МФЦ и так далее. Мне кажется, это была бы еще и очень практическая помощь для них. Всего членам жюри были представлены шесть работ различной тематики. Компьютерная и правовая грамотность, популяризация патриотического воспитания, национальных видов спорта, информирование об исторических личностях Карачао-Черкесии и видеовизитка до сопримечательностей республики. Умение грамотно составить проект, обосновать его важность, сделать акценты на наиболее выигрышных позициях. Все это непременно пригодится во время их реализации и взаимодействия учащихся с вовлеченными в процесс ведомствами. Проблематика нашего проекта заключается в том, что многие школьники не так увлечены программой уроки о важном, разговоры о важном. Поэтому мы разрабатываем национальный проект, чтобы продвигать идеи патриотизма, именно опираясь из наших корней. Наш проект просвещен интеграции пожилого населения в медиасферу. То есть мы будем организовывать открытые мастер-классы, после чего будем просить людей, пожилых людей, подписываться на наш телеграм-канал, на наш ютуб-канал. Будем публиковать видеоролики, обучающие видеоролики. Думается, как нельзя, кстати, будут и коррективы в проектные работы, внесенные главой республики Рашидом Тимрезовым и руководителями региональных профильных ведомств. После того, как все проекты были представлены, экспертное жюри определилось с местами и обладателем Гран-при. Наиболее значимой названа работа, которая должна помочь изменить в лучшую сторону отношения пожилых людей к государственным сервисам, онлайн-платформам и гаджетам. Гран-при получает помада «Обратное наставничество» «Цифровой товарищ». Впрочем, это вовсе не значит, что остальные проекты останутся на бумаге. По каждому из них будет сделано все необходимое, чтобы развивать цифровую медиакультуру различных категорий населения республики. Глава региона пожелал каждому участнику мероприятия дальнейших успехов в любом направлении профессионального развития, которое они для себя выберут. Артур Махцем, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачао, Черкесия. Артур Махцем, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачао, Черкесия.